Добрый день! Давно-давно в Советском Союзе разными издательствами выпускались сборники сказок мира. Шотландские, английские, французские, американские, каких только не выпускали. С тех пор прошло много лет, книжечки поистрепались, в библиотеках они есть далеко не у всех. Сейчас издательство «Речь» выпускает многие эти издания в своей новой серии. Переиздает старые издания, оцифровывает их, добавляет новые или старые иллюстрации и издает в новом, более эффектном, современном формате. Вот, в частности, переизданы шотландские народные сказки и легенды с рисунками Ники Гольц. Ники Гольц довольно-таки известный иллюстратор, очень хороший, с такой специфической характерной графикой, очень много сказок. Во всяком случае, французские и английские сказки тоже иллюстрировала она же. Очень хорошо у нее получается иллюстрировать Гоффмана, просто исключительно иллюстрации. Обязательно покажу эту книжку. Там есть, на самом деле, на что посмотреть и есть из-за чего купить. Ну и, собственно, шотландские сказки тоже иллюстрированы этим автором. Иллюстрированы черно-белыми картинками, но очень неплохо. Да, иллюстрации тут не на каждой странице, конечно, уже, но, тем не менее, их достаточно много для того, чтобы все это можно было посмотреть. Вот, кстати, «Ведьма из Файв» – это одна из самых хороших, интересных сказок, которая очень понравится наверняка и не только детям, но и взрослым. Вот это вообще замечательнейшая история о том, как один муж очень хотел узнать, чем по ночам занимается его жена. Ну и узнал на свою шею. Правда, жена в результате его спасла. Вот, очень хорошее переиздание, точное. Лично мне тут больше всего, кстати, понравилось. Самок фей в Донвегане. Знамя фей в Донвегане отставить. Вот, это рассказ о знаменитом знамени одного из кланов, который хранится, кстати, до сих пор. То есть, это вполне себе реальная легенда. А само знамя можно увидеть в одном из шотландских музеев. Вот, это история о знаменитом знамени клана Маклаудов. Которые, говорят, поднимали, даже когда Гитлер собирался вторгнуться в Англию. Ну, это, конечно, из легенд. Но, тем не менее, вот, прекрасная история о том, когда надо и когда не надо понимать флаги. Очень рекомендую книжку. Красивая, интересная. Ну, в принципе, по нынешним временам недорогая. Почитать стоит. Сказки, на самом деле, такие волшебные, сказочные. И, надо сказать, совсем не злые, в отличие от английских, которые как-то вот не совсем такие добрые. Тут, вот, действительно, такое ещё сказочное. Вот, все эти привидения, все эти фейри, все эти герои, попадающие в параллельные миры на несколько лет. Ну, а, с другой стороны, вот, реальная история, опять же, с этим знаменем и всё прочее. Или с летающими ведьмами и бегущими за ним мужем. Очень интересно, очень рекомендую. Шотландские сказки и легенды. Издательство «Речь» о серии называется «Образ речи», по-моему. Вот, очень, очень и очень советую это почитать. Продолжение следует... Продолжение следует...